Более 50 дней собираться. Массовые мероприятия с большим количеством людей запрещены, сообщил мэр Черкеска Алексей Баскаев. В республике сохраняется особый режим по распространению коронавирусной инфекции, который ограничивает проведение торжественных общественных мероприятий либо поминальных обрядов. Межведомственная рабочая группа, созданная мэрией Черкеска, проверила предприятия торговли и общественного питания на соблюдение всех эпидемиологических мер. Ахмат Халкечев подробнее. Свой контроль за предприятиями торговли и общественного питания межведомственные рабочие группы, организованные мэрией республиканской столицы, ведут практически с первых дней введения особого режима. Переход к третьему этапу, снятие ограничений, большая часть жителей республики, к сожалению, приняла за победу над вирусом. Но чтобы действительно окончательно победить невидимого нашему глазу крайне коварного врага, всем нам необходимо еще чуть-чуть набраться терпения и проявить сознательность. Воздержаться от проведения массовых мероприятий, говорят участники рабочих групп. В Карачаево-Черкесии еще сохраняется запрет на проведение свадеб или других обрядов с участием более 50 человек. «При входе вы, наверное, видели, что у нас дезинфектор стоит. Возле стола у меня дезинфектор. Стол у меня стоит только для меня. Если какие-то гости заходят, они присаживаются вот на диване или даже на этих стульях. По банкету, банкетов, как видите, на сегодняшний день у нас нету, но дистанция между столами соблюдается. Всех, пока нас официально не закрыли, все требования мы стараемся выполнять. Объясняем людям. Если у нас работает, допустим, ведущий, он в микрофон объявляет, предупреждает. При каждом выходе и заходе в ресторан дезинфицируется у нас в холле стоит женщина, которая термоментом проверяет температуру». В рабочие группы входят представители МВД, Роспотребнадзора и органов местного самоуправления. Активность своей деятельности межведомственные комиссии возобновились с началом сентября, когда статистика заболеваемости в регионе начала меняться не в лучшую сторону. Проверяют предприятия торговли и общественного питания на соблюдении санитарных и эпидемиологических требований. «Все эти мероприятия проходят согласно постановлению главного санитарного врача Харачева Черкесской Республики. Наиболее частые нарушения – это отсутствие средств индивидуальной защиты. Некоторые предприятия общепита не соблюдают график проветривания, где-то не ведется уборка с применением дезинфицирующих средств. Все это отмечается, везде будут приняты меры». В числе наиболее распространенных нарушений, помимо отсутствия дезинфекторов, средств индивидуальной защиты у самих сотрудников и разметки для обозначения социальной дистанции, замначальника территориального отдела управления Роспотребнадзора по Карачаевой Черкесии Аслан Дамалаев назвал еще отсутствие ультрафиолетовых облучателей и рециркуляторов для помещений, наличие которых сейчас обязательно в местах массового посечения людей. «Везде по-разному. Но если незначительный, то это административный штраф. Если это значительный и представляет угрозу для жизни и здоровья людей, то материал согласовывается с прокуратурой и передается в суд для приостановления деятельности данной организации. И штрафы есть. И штрафы есть. И где-то около 15 согласований с прокуратурой для проведения внеплановых проверок». В ходе совместного рейда с представителями республиканских СМИ участники рабочей группы не выявили нарушений. На всех объектах дистанция полтора метра между столами соблюдена. Да и в самих банкетных залах лишь пустые столы и одинокие стулья. Ракман Халчичев, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия.